привет дорогие подписчики и гости моего канала с вами марина сегодня хочу показать свою работу каждый назовет ее по-разному это коврик или ланчмат или сидушка может быть какая-то подстилка на саночке на качельке зачем-то я пришила две петельки даже опытные рукодельницы не найдет как каким методом я обрабатывала так ровно и красиво край ну что ж начинаем обыкновенные тряпочки обрезки лоскутики остатки от других проектов в основном понадобятся полоски и квадраты сначала я беру два лоску . сшиваю и превращаю их вот в такой вот квадрат на него накладывают другой крат квадрат и прошиваю по контуру такой метод я уже показывал у себя на канале мне он очень понравился отзыву было много в этой изделии я снова его применяю а кто-то смотрит первый раз это называется квадрат в квадрате разрезаем как я показываю и разворачиваем получается вот такая маленькая заготовка я использую ткани поплин и сатин бордовых и синих оттенков ткань сатин коричневые поплин это российский хлопок ткани подходят для лоскутного шитья сами видите работа получается хорошие ситец тонкая ткань а сатин поплин это более такие прочные толстые ткани надо подравнивать чтобы было все аккуратно у меня совсем мало обрезков бордовых оттенков и приходится применять больше синего и коричневого как вы видите сначала обшила полосками а потом снова наложила квадрат и потом разрезала дорогие зрители моего канала хочу вас пригласить в свою группу вконтакте девочки и куколки ругательницы делятся своими работами и вы тоже выкладывать особенно если шьете по моим мастер-классом мне будет интересно также я читаю ваши комментарии на ю тубе на канале яндекс дзен у меня кстати там тоже есть два канала один чисто с кукольной одеждой и мебелью а второй вот такой по рукоделию оставлю ссылочки в описании а я выкроила треугольник побольше немножко края потом подровняла но это лучше так делать чем не хватит да а теперь переходим к хитрости к той который не знаю даже опытные рукодельницы вот один ты шовчик я не прошила оставила отверстие для выворачивания смело оставляем примерно 12 сантиметров и будем выворачивать коврик именно в этом месте а потом его аккуратно прострочим по верху строчкой вы знаете этот метод очень простой во первых изделие получается красивая да можно как некоторые советуют прошивать по контуру коврик или прихватку оставить место потом потайными стежками зашить а вы знаете для начинающих потайные стежки тоже не всегда получаются я еще использую флизелин для того чтобы этот у нас коврик или сидушка были такие ровные смотрите как коричневая ткань вместе с флизелином когда я утюгом прошлась выровнялась еще я пристрочила утеплитель это иглопробивное полотно можно любой утеплитель использовать и тоже заранее его прорезала все теперь делаю строчки посередине и смотрите что у меня есть такая маленькая нашивочка ручная работа сделана с любовью да на английском языке на русском пока не нашла где купить а это купила на алиэкспресс на некоторые свои изделия пришиваю на обратную сторону я буду использовать ткань полулен но еще я сделала две маленьких петельки такие вот как на прихватке делаем они нам пригодятся прошиваем все по контуру и на местах где сделали закругление делаем небольшие надсечки и смело выворачиваем ну и Заключительный этап. Надо сделать несколько строчек, чтобы соединить две детали и нитками по цвету зашить вот это отверстие, через которое выворачивали, поверх строчкой. Получается очень красивый, ровный, с какой-то изюминкой, с хитростью вот такой коврик. И конечно я сшила еще прихватки, но это будет отдельное видео. Всем желаю удачного творчества и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok